В Алматинской области жители многоэтажки запасаются углем, чтобы не замерзнуть. Люди уже четверть века не видели централизованного топления. В квартирах установили печи, но летом власти потребовали их снести. Взамен обещали построить новую котельную и, наконец, обеспечить всех теплом. Вот только ничего так и не появилось. В итоге 60 семей живут в холодных квартирах и снова устанавливают буржуйки. Баужан Апсиитов с репортажем с места. Вот здесь печка стояла, ее нету уже, я убрал. Когда сказали, вот эти трубы мешают. Демонтировать самодельные печи в подвалах и на балконах жители этой многоэтажки в Толгаре принялись еще летом. После того, как власти пообещали подключить дом к новой котельной. За несколько дней жители разобрали практически все буржуйки, которыми многие здесь отапливались больше 20 лет. Каждый хоть что как может, так и отапливается. Вот у нас подъезд на печке был, в подвале она. Все поотрезали, все мы теперь сидим, у нас весь подъезд 12 градусов. Это мыслимо. Дети все поразбежались, внуков никого нету. Практически во всех квартирах сейчас ледяные батареи, замерзшие окна и мокрые стены. Жители рассказывают, что обогреть квартиру только электроприборами невозможно. Буквально через час снова становится холодно. Толгарцы вспоминают, подключить дом к центральному отоплению власти пытаются уже не первый год. И каждый раз эти работы переносились. Не получилось сделать все в срок и сейчас. Строить небольшую котельную здесь начали еще полтора месяца назад. Тогда чиновники обещали дать отопление в течение двух недель. В итоге 60 семей по сей день продолжают замерзать в своих квартирах. Для пенсионера Курманжана Шарипова эта зима, вероятно, будет самой дорогой. Если раньше мужчина отапливал свою двушку углем, то теперь электричеством и газом. А это выходит в два раза больше. Вот такое наше отопление сейчас. Дома минусовая температура, поэтому грею, чтобы совсем не замерзнуть. До этого мы 20 лет топили печь. Она у меня в подвале стояла. Все приказали снести, сделали. И вот оставили нас замерзать. Мы с женой сидим в одной комнате, а дети уехали в город. Не хотят мерзнуть. Мы все здесь бросить не можем. Пока жители возмущаются, чиновники сохраняют спокойствие. Они заявляют, что все работы по строительству и подключению к котельной практически завершены. Полностью заменены трубы и утеплены технические помещения. Потратили на это все свыше 100 миллионов. И своей вины не видят. Говорят, все испортил коронавирус. Ну, в связи с сложившейся ситуацией, вот, пандемией COVID-19, сроки поставки по оборудованию были сорваны. Сорваны. Из-за этого сейчас срок продлился. Сейчас вот планируем на этой неделе подключить 4 блочные модульных котельных. Необходимо отметить, что сейчас строительство ведется за счет средств инвестора. Чиновники обещают, что до конца года завершат строительство всех 11 котельных. Тогда тепло и горячую воду получат сразу 13 многоэтажек. Главное, чтобы опять не вмешался ковид. Боржан Сидов, Ержан Еркенбеков, КТК, Алматинская область.